Прежде всего, дорогая церковь, слава Богу, что мы с вами здесь. Вернее, я с Валентиной Романовной и братья другие, брат Юра, брат Сергей, мы здесь с вами. По поводу Абрамовича, пастора Абрамовича этой церкви. И хористы пропели «Ты святой Бог». Мы это представляем, и особенно брат Леонид. Пастора должны представлять, что они представляют святого Бога. «Будьте святы», сказал Господь, «как Ваш Отец Небесный, как Я свят. Я благодарен за этот час. Но время наше, конечно, уже подходит к своему концу, но какую-то мысль я хотел бы тоже сказать. Но прежде всего, брат Леонид, ты знаешь, что дружба не зависит от чего? От погоды. И даже порой от расстояния не зависит. Вот моя рука в твоей руке, как Валин двоюродный брат Казин, он тоже миссионерством занимался в Питере. И он приезжал к нам в Сакраменто, и он всегда пел этот псалом. «Бегут часы, проходят дни и годы, но с каждым днем дороже для меня глаза друзей. Я знаю, дружба не зависит от погоды. Моя рука всегда в руке твоей». И дальше «Спасибо, Иисус, за то, что ты со мною. Спасибо, Иисус, за голоса друзей, за то, что руководишь моей судьбою, за то, что даришь свет и радость дней». Это наш Господь. И наша рука в Его руке. И мы знаем, что Он нас проведет. И Он совершит все, что запланировал через нас. Давид в свое время сказал «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя Его». Поэтому за эти прошедшие годы помни весь путь Твой, которым вел Тебя Господь. Итак, слово до молитвы. Апостол Павел пишет Тимофею во втором послании. Несколько стишков я прочитаю. «Ибо я уже становлюсь четвертая голова жертвы, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Мы этот месяц в нашей церкви, Мишенере Гаспол Чорч, Сакраменто, тебе приветствие от твоего близкого друга Челея Николая. И даже Микол Михайлович передавал, я сказал, что я проездом загляну и в этот край Хэмет. Обязательно приветствие. Итак, апостол Павел говорит о том, и у нас в церкви этот месяц мы ввели тему о вере, которая не только творит чудеса, вера, которая, она помогает нам сохранить верность нашему Господу. Это была тема, и в свое время Христос сказал апостолу Петру, «Симон, Симон, все сатаны просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, чтобы твоя вера не оскудела». И особенно служители апостола, они должны быть сильными в вере, чтобы вера не оскудела. Но я обращаю внимание на другие слова, где Павел здесь говорит, «Я течение совершил». Говорят некоторые богословы, что многие лидеры, они хорошо начинали, они хорошо начинали, но не всегда хорошо заканчивали. «Твои годы 60 лет – это срок немалый, и, как когда-то Пекун говорил, что легче подниматься на гору, а с горы спускаться намного труднее. Время твое подходит также спускаться с горы». И как мой сын однажды не поднимались на шасту, а потом спускались с шасты, не мог удержаться на ногах, и снег, и скользота, то приехал домой с такой раной. Вот, ну, как-то он это перенес, и мы всегда, как он думает восходить куда-то на гору, мы говорим, посмотри на ногу, как ты одолеешь, осилишь. Итак, течение, течение включает в себя жизнь, и не только жизнь. Течение включает в себя обстоятельства нашей жизни, и эти обстоятельства не всегда могут быть самыми лучшими. И при этих обстоятельствах мы должны сохранить веру. Обстоятельства для апостола Павла были очень тяжелы, и в послании филиппийцам он в одной из глав говорит так, «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили большему успеху благовествования». Я не знаю, вот ваши хористы, они пропели этот псалом, ну, и слова такие припевы. «Им нужен Бог», им нужен, окружающим, больным, всем нужен Бог. Но у нас, когда поют этот псалом, хористы добавляют, «Нам нужен Бог». И какой, какого мы Бога представляем, библейского, какого Бога мы видим? Святого. Безусловно, церковь, или они так проповедуют, что наш Бог – любящий Бог. И Слово Божие так говорит, что наш Бог – любящий Бог. Но наш Господь, Он – Святой Бог. И когда Исаия увидел святость Божью, то он воскликнул, горе мне, я погиб. Мы не можем, возможно, Господь и не являет так нам свою великую святость, чтобы мы не впали в какое-то великое отчаяние. У Исаия был горе мне, я погиб, потому что я человек с нечистыми устами. Я живу среди людей так же, с такими же устами. Горе мне. Но один из серафимов принес этот горящий уголь, который очистил его уста и сказал, «Вот теперь ты очищен». И услышал голос, «Кого мне послать и кто пойдет для нас? Вот я, пошли меня». Итак, обстоятельства или условия нашей жизни, в которых ты находился, может быть, в Белоруссии или в Кривом Роге, или здесь, в Америке, вместе с Евгением, ведут обстоятельства хорошо. Как обстоятельства? Прекрасно. По восходящей. Все кругом устраивается. Все в благословении. Но мы понимаем, что жизнь человеческая, конечно, она не зависит. В свое время сказал Христос. От чего? От изобилия и менее. Христос говорит, что жизнь наша и обстоятельства иногда могут быть сложнейшие. Обстоятельства, они не играют существенной роли. И по отношению к вечности, во-первых, они приходящие. Все обстоятельства нашей жизни приходящие. Сегодня ты весел и жизнью доволен. Ну, это приходящее. А завтра? Завтра может все измениться. Завтра может быть девятый шквал, шторм. Все может поменяться. Но обстоятельства ничего не значат по сравнению с вечностью. Вот этот бедный лазер, который лежал у порога там богача, он ничего не мог даже помочь. Там написано, что псы приходили, лизали его раны. Никто ему не оказал внимания, не дал ему хлеба, крошки падали со стола, он питался. Но это все приходящее. И потом, когда он умер, может быть, от голода умер, может быть, от болезни умер, но когда он умер, ангелы отнесли его на лоно. Это вечность. И что значит мои обстоятельства? Так говорит апостол Павел. И эти обстоятельства, они даже послужили большему успеху. Он находится в тюрьме. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И потом он говорит, что и братья, они ободрились, большей частью из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Особенно обстоятельства, как Павел говорит, мы находимся, в каких обстоятельствах? Леонид, ты находился в таких обстоятельствах? В отчаянных обстоятельствах. Вот Павел переживал отчаянные обстоятельства. Это было особое положение в его жизни. Может быть, сложнее, чем тюрьма. Может быть, это глубина морская. Но он перечисляет во втором послании Коринфянам в одиннадцатой главе, что он пережил, будучи на служении, будучи посланником Божиим и апостолом для язычников, что он пережил, какие обстоятельства. Но однажды он сказал, мы в чести, и мы без чести. Нас почитают умершими, но мы живы. Нас почитают обманщиками, а мы несем истину. И там, говорит, мы находимся в отчаянных обстоятельствах. Конечно, дай Боже, чтобы все наши братья, служители, проповедники, лидеры, да и церковь находились в прекрасных обстоятельствах для человеческого воображения и соображения и понимания, что самое лучшее для нас – это елим, это пальмы, это источники, горячие или холодные, это самое лучшее для плоти. Но Бог смотрит по-другому. Он послал его в темницу. Он находится в окружении претерианцев. Для чего? Чтобы они услышали весть о Христе. Но это еще не все. Многие братья. Это пример. Я смотрю, когда кто переживает какие-то отчаянные обстоятельства, приходится ходить, приходится ходить по людях, смотреть на все обстоятельства жизни, на условия. И думаешь иногда порой, Господи, как этим людям перенести это горнило всех этих испытаний. Это настоящее горнило. Это настоящие трудности. И Бог именно через трудности хочет показать окружающему миру наивысшую свою любовь через этих страдающих братьев и сестер. Поэтому обстоятельства прекрасные, хорошо, благословляем, превозносим Господа. Обстоятельства жизнью апостола Павла были нелегкие, но он смотрел больший успех. Вот если бы сейчас, братья пастора, служителя и вообще все проповедующие, нам было предложено, ты будешь иметь большой успех в деле приобретения душ, в деле спасения, в деле умножения, насаждения церквей. Но тебе надо что-то перенести, может быть, какие-то отчаянные обстоятельства, может быть, может быть, сорок без одного ударов по пять раз или еще что-то. Ты согласен пойти на такие обстоятельства, которые, конечно, временные, а не только на этой земле. В вечности уже будет совсем другая картина, но мы стремимся к этой вечности. Поэтому, дорогой брат Леонид Андреевич Абрамович, жизнь твоя большая часть жизни прожита. И апостол Павел говорит, что я течение совершил, веру сохранил, я бегу не так, как на неверное, я бьюсь не так, чтобы бить воздух, и не просто хлопаю своими крыльями, но я усмиряю и порабощаю свое тело, дабы проповедуя другим. И проповедовать надо другим. И проповедовать Божью любовь, Божью справедливость, Божьи суды и Божью святость. Это мы обязаны проповедовать, потому что так говорит Писание. Пусть Господь поможет тебе против все обстоятельства твоей жизни. Бог сказал, что я тебя не покину, не оставлю. Если будешь проходить через реки, не потопит. Через огонь не обожешься, потому что ты для меня многоценен. Многоценен. Можем себе представить. Это было для Израиля. Сегодня мы представляем ценность для нашего Господа. И Он заботится о нас и печется. Наша молитва, чтобы никакие стены, никакие стены не разлучили церковь с Богом. Чтобы никакие стены, а какие стены могут быть? Ну, одна стена. Я думаю, ну, часто, братья, иногда в молитве так я слышу, разрушить стены Иерихонские. Ну, это все такого физического характера. Но Господь говорит, что моя рука, она не сократилась на то, чтобы спасать, а ухо не отяжелелось на то, чтобы слышать. Но грехи ваши и беззакония ваши, они разделили меня или вас со мною. Вот какие могут быть стены стоять. Стены греха, стены неповиновения, стены непослушания, стены равнодушия к нашему Господу и к делу, которому он нас призывает, чтобы мы, чтобы это нас не разделило. Господь, да будет с вами в вашем пути. Мы заканчиваем. Молитвенно мы будем молиться, или будет твой зять еще что-то говорит, будет после меня. Мы помолимся. Мы помолимся за еще за Леонид, Леонид за тебя, чтобы ты был наполнен, как когда-то Вениамину Иосиф посылал там всеми рабочим, чем другим братьям. Помолимся за тебя, чтобы Елене на голове твоей. Давайте мы склонимся, да? Или вы склонимся? Спасибо.